Хотели бы вы, чтобы стены вашего дома понимали ваши желания и подстраивали под них окружающую действительность? Это осуществимо уже сейчас. Умные датчики и контроллеры погасят за вас свет в квартире, проверят, выключили ли вы утюг, помогут убедиться, что ваша кошка накормлена, а то, какую роль во всем этом сыграют нейросети, вы узнаете в конце ролика. Приятного просмотра! Помнишь те рутинные действия, которые тебе приходится выполнять каждый день? Выключить свет, настроить температуру на кондиционере, раздвинуть шторы для попадания солнечного света в помещение, полить цветы – все это может сделать за тебя умный дом. Умный дом – это комплексная система, которая может стать тебе настоящим другом. Магия технологий позволяет всем твоим гаджетам взаимодействовать между собой, и этот единый организм работает ради твоего комфорта. Утро начинается мягко. Будильник постепенно увеличивает интенсивность освещения в спальне, чтобы твои глаза успели привыкнуть. Ты медленно просыпаешься, и твое настроение поднимается в такой комфортной атмосфере. Когда ты встаешь с кровати, система автоматически включает обогрев в ванной комнате, чтобы ничто не помешало тебе наслаждаться жизнью. Умная кофемашина уже знает, какой напиток ты предпочитаешь утром и готовит его заранее. В это время умный холодильник проверяет список продуктов и отправляет уведомления на твой телефон с предложением докупить необходимое. Когда ты выходишь из дома, датчики замечают это и автоматически выключают свет во всех помещениях, чтобы сэкономить энергию. Кроме того, весь день ты можешь быть уверен, что дом в порядке, ведь умные камеры следят за безопасностью твоего имущества. Вечером, когда ты возвращаешься домой, дом уже готов поприветствовать тебя. Он включает свет и музыку, создавая расслабляющую атмосферу после долгого дня, наполняет тебе ванную и включает твой любимый сериал. Когда наступает ночь, умный дом самостоятельно выключает свет и переходит в спящий режим, готовясь к следующему дню. Кто из нас не мечтает о такой жизни? И если вы все-таки решились на преобразование своего жилища, для начала необходимо тщательно разработать стратегию подключения, всех устройств и гаджетов, выбор между проводными и беспроводными сетями станет первым важным шагом на этом пути. В случае использования проводных соединений, необходимость в интеграции системы возникает еще на этапе проектирования помещений. Умный дом включает в себя множество различных гаджетов, датчиков, розеток, контроллеров, которые должны быть соединены проводами. Важно заранее определить местоположение центрального управляющего блока, а также внимательно продумать место каждого отдельного устройства. В таких ситуациях наилучшим решением станет привлечение опытного специалиста с обширными знаниями в данной области. Этот специалист возьмет на себя грязную работу и обеспечит грамотное выполнение всех этапов проекта. В частности, такой подход обычно применяется при создании сложных и высокобюджетных проектов, которые известны как интегрированные умные дома. Стоит подчеркнуть, что этот метод обеспечивает надежную и эффективную передачу сигнала, но влечет за собой существенные финансовые и временные затраты. Тем не менее, результат вполне оправдывает вложенные усилия, предоставляя вам возможность полноценно наслаждаться удобствами и функциональностью умного дома. Во втором случае, ваш умный дом работает через беспроводные сети, что позволяет умным гаджетам соединяться с уже существующей инфраструктурой без необходимости проводить специальные кабельные подключения, делать перепланировку помещений. Такая система, безусловно, удобнее в реализации, однако она имеет ряд ограничений и недостатков. Поскольку беспроводные устройства передают сигнал по радиоканалу, их стабильность и надежность зависят от внешних факторов, таких как загрузка сети, атмосферные условия и время суток. Это может вызвать перебои и снизить качество подключения. К тому же, такой тип связи уязвим к помехам и может быть легко подвергнут воздействию внешних источников. Он может быть с легкостью заглушен специальными приборами, что создает потенциальную угрозу безопасности. Беспроводные устройства также требуют регулярного обслуживания. Они нуждаются в постоянной замене батареек или периодической подзарядке во избежание ситуации, когда система откажет в самый неожиданный момент. Еще одним важным недостатком является ограниченный функционал беспроводных умных гаджетов по сравнению с проводными системами. В то время как проводные системы способны управлять широким спектром устройств в доме, беспроводные ограничиваются в основном освещением, сигнализацией, протечкой и некоторыми бытовыми приборами – холодильниками, телевизорами, кондиционерами. Однако следует заметить, что этот список постоянно расширяется с появлением новых технологических решений. И вот мы рассказали вам о том, как все это работает, но так и не сделали обзор на существующие технологии. А чтобы построить крутой умный дом, нужно сначала изучить весь спектр его возможностей. Итак, что же может включать в себя система помощник? В первую очередь это различные гаджеты, делающие вашу жизнь чуточку комфортнее. Это всевозможные лампы, автоматически меняющие яркость и цвет. Термостаты, поддерживающие комфортную температуру в помещении. Более продвинутые устройства могут учиться и со временем предсказывать ваши предпочтения. Также существуют умные зеркала. Например, модель от компании Smart, которая может отображать на зеркальной поверхности все, что вы захотите. Текущее время, прогноз погоды, ленту новостей, умные звуковые системы, наполняющие ваш дом приятными звуками, голосовые помощники, способные устанавливать напоминания и отвечать на ваши вопросы, кофемашины, холодильники, телевизоры, шторы и даже кровати. Последние могут регулировать жесткость матраса и положение тела для более комфортного сна. Все это может значительно упростить вашу жизнь. Но все перечисленное ранее довольно банально, особенно в сравнении с тем, что мы расскажем вам сейчас. Иногда ученые проявляют особую изобретательность при создании таких гаджетов, чего только стоит умная кормушка для домашних питомцев. Кто-то, видимо, совсем устал кормить своих животных и доверил этот процесс роботу. Во всех существующих моделях этого чудо-устройства, как правило, можно установить количество корма в граммах для одного приема пищи и время кормления. Кроме того, в специальном приложении также находится статистика кормления питомца за сутки, неделю, месяц. А само устройство умеет отправлять звуковые уведомления, информационные сигналы об успешности кормления или ошибки. Еще одна необычная новинка. Умные террариумы создают оптимальные условия для роста растений внутри дома. Они могут автоматически поддерживать правильный уровень влажности, температуры и освещения, что особенно полезно для капризных растений. Вы можете контролировать параметры террариума через мобильное приложение и даже получать уведомления о необходимости полива. Умный душ – инновационная система для принятия душа, объединяющая различные передовые технологии, чтобы сделать процесс принятия душа более комфортным и приятным. Это устройство позволяет настраивать температуру и интенсивность струи, а также может иметь встроенное освещение, звуковую систему и ароматерапию. Управление также осуществляется через телефон, голосового помощника или блок управления, что добавляет удобства. Такая система призвана создавать расслабляющую и персонализированную атмосферу во время водных процедур. Кроме комфорта, умный дом может предложить своему владельцу повышенный уровень безопасности. В первую очередь, это пожарная безопасность. Дом сам будет отключать все ваши устройства из розеток, будь то утюг, фен или плойка. Но как это происходит? Неужели нужен специальный робот, выдергивающий провода? На самом деле, все очень просто. Секрет заключается в умной розетке, которая подключается к стандартному разъему и может управлять его питанием. Таким образом, ток просто блокируется и больше не поступает в подключенное устройство. А на экране вашего смартфона отображается, что утюг теперь не работает. Кроме того, в доме могут стоять специальные умные датчики, отслеживающие дым и угарный газ. Они сразу же оповестят вас в приложении об опасности, если почувствуют, что что-то не так. Ну а камерами видеонаблюдения точно никого не удивишь, даже если они передают изображение в реальном времени на большом расстоянии. А вот умные замки – действительно инновационное устройство. Вы можете, находясь в любой точке мира, открыть или закрыть входную дверь одним нажатием клавиши в мобильном приложении, а также отследить, пытался ли кто-то проникнуть в ваш дом в ближайшее время. Специальные датчики можно ставить даже на окна, чтобы уберечь себя от незваных гостей, грабителей. Ну а если даже после всего перечисленного вы все еще не захотели стать счастливым обладателем умного дома, у нас для вас есть бонус – топ самых необычных функций, которые может предоставить такая система. Четвертое место – имитация присутствия. Умные системы могут имитировать присутствие человека в доме, если вы надолго уехали куда-то и не хотите, чтобы кто-то узнал, что вас нет на месте. Умный дом может, например, автоматически включать и выключать свет, телевизоры и другие устройства в разные моменты времени, чтобы создать иллюзию, что дом на самом деле не пустует. Это может служить как средством безопасности, отпугивающим потенциальных злоумышленников, так и способом создания комфортной атмосферы для животных, которых по тем или иным причинам пришлось оставить дома одних. Третье место – умный коврик для йоги. Это современный, высокотехнологичный аксессуар, который сделает ваши тренировки высокорезультативными и максимально безопасными. Ключевой особенностью электронного коврика для йоги является его оснащение разнообразными датчиками, чутко реагирующими на любое давление тела на его поверхность. Датчики коврика быстро и просто интегрируются со смартфоном любой модели и выдают отчет по каждому занятию. Изучая эту информацию, вы сможете узнать, насколько эффективна прошла тренировка и, исходя из полученных данных, оптимизировать схему занятий и степень нагрузки. Такой аксессуар станет отличным дополнением к умному дому. Второе место – детекторы аллергенов. Эти устройства способны обнаруживать наличие пыльцы, пыли, пуха животных и других аллергенов в воздухе в вашем доме. Когда уровень аллергенов повышается, детектор может автоматически активировать систему очистки воздуха или отправить вам уведомление о необходимости проветривания. Это особенно полезно для людей, страдающих астмой. Первое место – умные окна с регулирующейся прозрачностью. Работа электронного стекла основывается на поляризации микрочастиц в электромагнитном поле. Под воздействием электротока стеклянная поверхность изменяет светопропускную способность. С помощью электровыключателя вы сможете отрегулировать свойства стекла. При включении стекло становится матовым, а при выключении прозрачным. Такой переход осуществляется за доли секунды. Вы можете контролировать это из приложения или автоматически, в зависимости от интенсивности солнечного света или времени суток. Большое значение в современной практике строительства умных домов имеют нейросети. Нейросети – это компьютерные системы, которые имитируют функционирование человеческого мозга. Они могут учиться и адаптироваться к изменяющейся среде. На основе обучения и обработки больших объемов данных нейросети могут принимать более точные решения, а также помочь в решении многих сложных задач, таких как распознавание образов, классификация данных, прогнозирование и многое другое. Они также применяются в автоматизации различных систем, таких как системы освещения, вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, аудио и видео. Нейронные сети могут быть использованы для анализа данных о погоде и паттернов поведения владельца дома, чтобы оптимизировать температуру в доме и сэкономить энергию. Например, если нейронная сеть обнаруживает, что владелец дома обычно возвращается домой в 6 вечера, то она может автоматически включить отопление или кондиционер за несколько минут до этого времени, чтобы обеспечить комфортную температуру к его приходу. Система умного освещения может быть настроена с использованием искусственного интеллекта для автоматического включения и выключения света, основываясь на погодных условиях и времени суток. Это может быть особенно полезно для семей, которые часто забывают выключать свет, когда покидают дом. Система умного отопления и кондиционирования воздуха также могут быть настроены с использованием нейронных сетей. Они могут учитывать информацию о погоде, расходах на энергию и поведении жильцов, чтобы автоматически регулировать температуру в доме и снижать расходы на энергию. Нейронные сети способны помочь и в обеспечении безопасности дома. Например, система видеонаблюдения может использовать нейронные сети для распознавания лиц, чтобы определить, кто находится в доме, и отправить уведомления владельцу дома, если обнаружена незнакомая личность. Использование нейронных сетей для умных домов является очень перспективным направлением. Они могут значительно упростить и улучшить жизнь людей, предоставив более комфортную и удобную среду для проживания. Более того, в данный момент нейросети уже являются неотъемлемой частью функционирования умного дома. Ну а теперь, когда вы больше не сможете выбросить идею покупки умного дома из своей головы, самое время поговорить о недостатках таких систем. Что касается нейросетей, их главный недостаток – это уязвимость системы кибератакам и нарушениям безопасности. Нейронная сеть может стать мишенью для хакеров, которые могут попытаться взломать систему и получить доступ к личной информации и другим данным, хранящимся в умном доме. Поэтому важно убедиться в том, что система безопасна и надежна перед ее установкой. Кроме того, для работы всех систем и датчиков нужно электричество. В случае, если его не будет, все отключится. Если случится форс-мажор, то владелец о нем не узнает. Лишь только получит уведомление на смартфон о том, что произошло отключение энергии. Да, можно озаботиться источником резервного питания. Но что, если вы уехали за границу на длительный срок, а у вас перегорела проводка? Бесперебойник быстро сядет, и вы не будете знать ничего о том, что происходит в вашем доме. К другим отрицательным качествам умного дома можно отнести его высокую стоимость, длительное время установки, скорое старение системы. Ведь постоянно появляются новые технологии, а ваш дом уже спроектирован под старые. А также можно отметить отрицательное влияние на здоровье. Микроволны отрицательно сказываются на любом живом организме. Система «умное здание» устроена таким образом, что для ее полного функционирования через квартиру потребуется проложить около двухсот проводов. Кто-то лишь иронично посмеется над мнимыми излучениями, а кто-то решит, что не стоит подвергать свое здоровье такой опасности ради комфорта. «Умный дом» – это бесспорно удобная и современная система, которая значительно облегчает жизнь человека, что немаловажно при современном темпе жизни. Но прежде чем устанавливать такое оборудование, хорошо взвесьте все плюсы и минусы. Подумайте, что для вас важно на самом деле. И если принято решение в пользу умной системы, отнеситесь к данному выбору серьезно. На этом мы прощаемся и спасибо за просмотр.